Неделя под знаком терактов на юго-востоке Турции в районе приграничного города Килис убит военнослужащий. Сообщается, что он был атакован с сирийской стороны. Инцидент произошел через считанные часы после нападения на полицейский патруль в провинции Дейрбакыр. Там погиб один человек. Днём раньше сообщения об убийстве двух полицейских пришли из провинции Шанлыурфа. Ответственной за него взяла на себя рабочая партия Курдистана. Началась же неделя с теракта в городе Суруч, в котором погибли 32 человека. Организованный там взрыв связывают с группировкой ИГИЛ. Вице-премьер Турции Бюллен Таренч сообщил об укреплении границы с Сирией. Цель возведения нами там стены – блокировать прохождение террористов и контрабандистов. Мы также хотим направить беженцев в отведённые для них пропускные пункты. Турция стала транзитной страной для желающих присоединиться к группировке «Исламское государство», воюющей в Сирии и Ираке. Кроме того, в приграничных районах Турции осело около двух миллионов сирийских беженцев. Курдская община Турции обвиняет власти в неспособности противостоять выпадкам террористов и даже в молчаливой поддержке ИГИЛа. Акции протеста курдов прошли в нескольких городах страны. Продолжение следует...